сейчас пока хотела показать коротко перед тем как буду резать полотно правда при искусственном освещении опять же совсем по-другому выглядит сама шерсть и эффект от вискоза но это уже не столько важно значит лицевая сторона шерсть перевернула и поставила разметку почему именно так поскольку цветы на сумке будут меньшего большего размера я приблизительно выбрала ширину которая мне нужна но предполагая ширину цветочков и естественно выбрала как квадрат который легче вырезать в круг элементарно и подгоняла уже тут приблизительно ширину ячеек значит не специально прям с линейкой просто значит смотрела приблизительный размер вот теперь режу закругляю и обработана обрабатывать цветочки перед нашивкой на саму сумку нарезала круги под стилизованные цветы разных размеров и крупные я все обшиваю крупные буду немного тоже с помощью нитки загибать чтобы они как бы приобрели объем небольшой и потом уже пришиваем на основу сумки последний из видео о сумке с цветами меня уже спрашивала девушка когда будет продолжение вот я решила доснять окончательно сумка не закончена не сшита но это не так важно хотела показать больше по декору цветы сделала их более объемными значит не нашивала круги по целой сумке просто ровно а именно ниткой придавала форму густо нашивала и хотела сказать всегда когда нашиваю цветы аккуратно смотрю чтобы не было проплешин если конечно вас это не запланировано между цветами чтобы не было видно какие-то росточки детали переход цвета и так далее значит в принципе всегда смотрите сумка подвижно сумка расширяется когда вы ее наполняете и если вы в лежачем положении пришьете где-то цветы может выглядеть что она хорошо заполнена на самом деле всегда приподнимите всегда ее подвигайте и уже тогда обозначайте нашивать поэтому всегда цветов в общем-то я делаю резерв большой чтобы их хватило на такое плотное покрытие сумки дальше детали еще планирую прошить кое-где росточки наполнить но в общем то это как бы такая основа где можно что-то добавлять что-то убирать еще немного бисера еще немного декора но в общем то это как бы такая вот так как бы ну уже можно сказать готовая готовая сумка вверх прошиваю выравниваю это ли не дает плотность значит черту по которой можно уже как-то ориентироваться вы можете обшить тканью под цвет сумки или как-то контрастный например в цвет декора цветов или самой сумки желтый зеленый можно обшить нитями можно обшить цветными нитями можно прошить на разные там крестиком строчкой и так далее я еще подумаю как это будет все сделано на многих моделях я делаю вот такой вот клапан который перекидывается но в принципе в этой в этой сумке я заморачиваться не буду значит в этой сумке не будет никаких дополнительных деталей дополнительных каких-то еще запчастей скажем так и я не буду даже вставлять молнию будет две заклепки прочные сумка будет внутри с двумя карманами обратная сторона вот я уже показывал это более нежный переход на переднюю сторону выбирала более контрастным декором касаемо ручки ручка достаточно широкая она не соскальзывает она не врезается она не растягивается как я уже показывала вырезала полотно ровно под линейку и прошила ну строчка ровная потом зигзаг и вшила металлические детали и вот такую штуку чтобы можно было по и по величине потом регулировать саму ручку мне нравится такое такая модель скажем так этих ручек потому что очень выносливые и в любом случае даже если когда-то была такая ситуация когда люди женщины очень перезагружали сумку хотя они крепкие хотя с подкладом иногда нити лопались вот у самой сумки я скидывала притирала обновляла им совсем не было видно на этих местах никаких проблем и общем-то сумки служили очень долго но это случается редко сама ручка опять же говорю очень плотно прошитая сделано вот по такому принципу можно вшить ее здесь еще будут дополнительные язычки пришиты из кожи или из шерсти можно вшивать на подклад декоративно внутрь можно вшивать с внутренней стороны я люблю когда пришиваясь внутренние если она идет вот как раз здесь по краю также декорировать например кружочками этими цветочками и как-то обыграть чтобы место где пришита ручка была более также декоративные в принципе это можно сделать и изнутри иногда я делала какие-то вот немного меняла модель делала в общем-то дополнительный какой-то объем но это будет такая упрощенная сумка без каких-то вот прям кучи деталей и наворотов в общем-то как я буду делать подклад вшивать это в общем-то уже другая часть уже не по валянию и мне кажется уже понятен сам принцип как выглядит сама сумка и надеюсь вам видео были полезны если будут какие-то вопросы можете обращаться и писать а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok